Итак, друзья, приветствую всех на канале Erzongame, и сегодня я решил посетить проект Oasis, про который мне недавно писали, что здесь появилось огромное количество рабочих занятий, на которые я, в общем-то, и пришел посмотреть, что они из себя представляют, ну и где эти рабочие занятия находятся. Давайте посмотрим это все на карте. Ну, а карта показывает мне, что, в общем-то, ничего здесь особого-то я и не вижу, чтобы добавили прямо что-то из ряда вон выходящее, как мне писали. Да, появились точки наподобие вот этой, например, продажа домкрата. Видимо, есть где-то точка крафта, которая посвящена как раз-таки вот этому. Вот, например, продажа розовых цветов. Да, такого раньше я не видел, но что это и рабочее ли занятие это? Продажа аперитива. Так, подобная точка у них уже была раньше, но она теперь немножко видоизменилась. Что еще у них могло появиться? Ферма у них была до этого, поэтому это даже засчитывать не будем. Насколько я помню, появились места для исследования. Их много. Что они из себя представляют, наверное, сейчас посмотрим. Ну, а в целом я не вижу ничего, чтобы что-то добавили. Вот не могу я вспомнить вот про эту точку. Доставщик. Была ли она здесь или нет? Тоже на это сейчас посмотрим. Ну, а в целом я не вижу ничего, чтобы было добавлено. Как было все, так и есть. Добавили только точки продажи всевозможных материалов, про которые я уже говорил про этот проект, что сделано все было на тот момент очень некудышно. Я бы это сказал так. Например, вот эта точка у них была и раньше. Точка шахта. Правда, это не шахта, это карьер. Я делал на это замечание уже сто лет назад. Но она по-прежнему называется шахта, хотя шахта выглядит совсем по-другому. Что такое шахта и что такое карьер, надо, наверное, посмотреть в интернете, чтобы не писать подобную глупость. Когда я сюда заходил, подобное место у них уже было, но возить данный товар не на чем. Ну и, наверное, мы начнем с того, что посетим автосалон, потому что проблема оставалась на тот момент, когда я сюда заходил. Была добыча древесины, она была и раньше, она находится у них вот почему-то вот в этом вот месте. Добыча древесины у них была, она и есть сейчас. И вот эта точка и добыча древесины. Но возить эту древесину абсолютно не на чем. Нету здесь автосалона с грузовым транспортом. Как не было, так и нет. Ну давайте пройдем в автосалон. Автосалон же находится в том же месте, как и стоял. И, по-моему, даже ничего и не поменялось. Ни интерьер, ни экстерьер, все как было, так оно и осталось. Но, насколько я помню, автосалон у них был очень-очень плохой. И продажи грузовиков или транспорта, который может перевозить какие-либо ресурсы, у них не было. Но давайте зайдем в сам автосалон и посмотрим, так ли это. Я уже вижу, что точка взаимодействия никаким образом не поменялась. Она находится вот в этом вот зале. И, если я не ошибаюсь, она как была, не очень, так скажем, хорошо выполнена, так она и осталась. Что же я имею в виду? Давайте переходить через взаимодействие в само меню этого автосалона. Прогрузка транспорта, как была очень-очень, ну, нехорошая, так она и осталась. Транспорт прогружается очень-очень долго. Это проблема данного автосалона. Я про нее уже говорил. Ну, вы сейчас сами видите, вот сейчас грузится какой-то транспорт. Когда он прогрузится? Вот сейчас он прогрузился. Хрен его знает. Та часть, про которую я хотел сказать, что, ну, а как вы найдете здесь что-нибудь, что может перевозить эти грузы, которые раскиданы теперь на карте? Та самая шахта, например, про которую я сейчас говорил, что это не шахта, а карьер. Там можно что-либо добывать. Но на чем эти добытые ресурсы вы будете перевозить? Я до сих пор не понимаю. Отдельно выделенного автосалона с грузовиками здесь как не было, так и нет. Искать что-нибудь более вместительное вот в этом вот автосалоне это наказание для игрока. Посмотрите, как долго здесь это все прогружается. Ну, и следующий пункт, что здесь как не было, так и нету грузовиков. Грузовики или какой-либо более вместительный транспорт, как был, видимо, так и остался на уровне доната. Ну, или как нам рассказывали сами игроки данного сервера, данного проекта, здесь можно найти какую-то машину типа пикапа, может быть даже вот такую вот, как сейчас на экране, которая более-менее вместительная. Может быть, разработчики и считают, что каждый игрок должен знать, как выглядит и как называется эта машина, заходя на этот сервер и искать именно ее вот в этом вот автосалоне, который прогружает машины, ну, блин, очень и очень долго. Я когда заходил на этот сервер, я говорил, что от этого автосалона нужно отказываться, нужно делать самостоятельно или скачивать где-то, как это делается на этом сервере. Здесь ничего не делается самостоятельно, здесь все скачивается, устанавливается, это сборная солянка. Сервер является сборной солянкой. Но надо отказываться вот от этого автосалона, может быть, разбивать их на более мелкие автосалоны, чтобы прогрузка транспорта была более-менее адекватная. Потому что заходить в этот автосалон, это действительно наказание для игрока. Каждая машинка грузится хреново знает сколько времени. Ну и нету здесь транспорта, который может перевозить ресурсы. Вы добавили ресурсы, а транспорта вы никакого не добавили. Я сейчас это показываю. Вот здесь одни легковушки. Как найти машину хоть как-нибудь с повышенным багажником, я не знаю. И порекомендовать что-то я не могу, я понятия не имею, как это все должно выглядеть. Сейчас прогрузятся эти в конце концов машинки, я домучаюсь, может быть, даже сделаю какой-то монтаж, сокращу это дело, потому что, еще раз скажу, это какое-то наказание. Лазить в этом автосалоне с прогрузкой каждой машины там по минуте, это тяжело, это просто невыносимо. Они, видите, не прогружаются. Вот у этой машины не прогрузилось крыло, не прогрузился капот. Блин, ну это просто ужас какой-то. Так, ну что ж, для вас пролетело, наверное, мгновение. У меня же это заняло примерно 10 минут, но я пролистал весь список до конца. Спустя 10 минут прокручивания этого списка машинки стали появляться чуть быстрее. Но как это происходит, вы сейчас видите. Все равно есть не прогруз. Не прогружаются какие-то элементы, потом догружаются они. Ну, в общем, вот, сейчас вы это все видите. Но только это меня особо-то не спасло. Если, например, я выберу вот Porsche и нажму стрелочку вправо для того, чтобы посмотреть в разделе Porsche, какие они есть, опять надо ждать. Опять идет длинная прогрузка. Вы сейчас это все видите. И это на каждой машинке. На абсолютно каждой. Вот выбираем еще раз вправо стрелочку и опять ждем. И представьте себе вот так вот в таком вот ожидании прокручивать весь этот список в поисках той самой машины, которая может каким-то образом ввести, ну, хоть какое-то количество ресурсов, которые здесь добавили. Какую машинку искать, я до сих пор не знаю. Грузовиков я здесь не нашел. Может быть, вот в этом вот разделе GMC, вот здесь представлены большие машины, может быть, здесь что-то можно найти. Сейчас этим и буду заниматься. Смотреть. Другого я ничего не нашел. Каким образом здесь перевозить ресурсы, как это надо делать, я до сих пор не знаю. Я нашел в разделе помойки вот такой вот пикапчик, но зайдя через клавишу Enter, вот такое вот меню мне открылось. Стоит эта машина 10999, можно потестировать ее, ну и все. Но никакой информации о том, может ли она что-либо перевозить, нету. Какая у него уместимость багажника, нету. Я повторюсь, что на проекте добавили ресурсы. Какая-то часть ресурсов уже была у них добавлена, и я говорил, что если уж вы добавляете ресурсы, значит, нужен транспорт, который эти ресурсы перевозит. Но ничего не изменилось. Как искать машину, которая может возить эти ресурсы, я не знаю до сих пор. И как понять в этом автосалоне, дебильном автосалоне, который прогружает по полчаса каждую машину, как вычислить машинку, в которой есть какой-либо багажник, в который можно поместить ресурсы хоть какое-либо количество, я-то до сих пор не знаю. Попробуем взять ее на тест-драйв. Может быть таким образом мы сможем выйти из машины, открыть багажник и посмотреть. Пускай способ дебильный и примитивный, но другого выхода я не вижу, потому что никакой информации о вместимости багажника здесь нету. Как понять, какую машину брать, для меня загадка. Ну давайте попробуем взять вот эту машину на тест-драйв. Но даже тест-драйв происходит каким-то непонятным для меня образом. Вот сейчас, во, наконец-таки прогрузилась. Прогрузилась наша машина. Наверное, надо вот таким вот образом подходить и смотреть. Это, скорее всего, багажник. Багажник вот такого вот размера. Но этот багажник действительно больше, чем, например, у моей стандартной машинки, которую я здесь приобрел. Наверное, вот таким вот, ну дурацким способом надо смотреть, какая вместимость у этого автомобиля. На данный момент у меня нету денежков, чтобы его купить, поэтому поедем на моей машине, у которой, конечно же, багажник гораздо меньше. Как, еще раз скажу, как искать здесь хоть какую-либо машинку, на которой можно перевозить ресурсы, для меня загадка. Да, наверное, это загадка и для самих разработчиков. Вот таким вот способом искать вместимость, более вместимый багажник, ну это такое себе. Это действительно такое себе. Выходим из этого тест-драйва и отправляемся на поиски новых рабочих занятий, про которые мне писали, что здесь добавили. Как я и сказал, понять по карте или по списку, что здесь добавили, достаточно сложно. Одно из занятий, которые я просто не помню, не знаю, добавили его или нет, это доставщик, на который мы сейчас и отправимся. Но прибыв на данную точку по работе доставщика, я эту работу здесь не нашел. Я обходил все, и второй этаж, и первый этаж, но данного рабочего занятия нигде нету. Из чего я подумал, что, скорее всего, данное рабочее занятие, занятие доставщика, наверное, надо трудоустроиться через мэрию. Потому что какого-то либо центра занятости здесь я тоже не нашел. Ну а где находится это рабочее занятие, по-другому мне не понять. Поэтому отправляемся в мэрию. Скорее всего, трудоустройство на данную должность идет через мэрию. Чтобы убедиться, я решил открыть телефон, который грузится точно так же, как и автосалон, с каким-то очень долгим промежутком. Здесь ничего подобного тоже нету. Поэтому отправляемся в мэрию. На подъезде к мэрии я вспомнил, что я, в общем-то, сколько раз не заходил на этот проект, я ни разу не был у них в мэрии. Потому как на 5Ме мэрия особо не играет никакой роли. Это РП-работа, РП-занятие. Поэтому мне самому стало интересно. Ну и направившись к мэрии, я немножко был шокирован, что ли. Самого интерьера мэрии как такового нету. Да, по-моему, и самой мэрии тоже нету. Все, что есть связанное с мэрией, сейчас перед вашими глазами. Вот этот вот лучик, исходящий из земли, и есть мэрия. Это лучшее решение, наверное, чтобы не заморачиваться. Да вообще, чтобы не заморачиваться. Ставим маркер, обозначаем его мэрия, и все. И вот вам мэрия. Но никакого взаимодействия здесь нету, а значит нету никакого и трудоустройства. Как найти и как устроиться на работу доставщика, я до сих пор понятия не имею. Работа доставщик на карте есть. Написано доставщик, нарисован желтый ящичек, но по факту там ни хрена не найти. Как туда устраиваться, я не знаю. Добавленное это рабочее занятие или оно уже было, тоже понятия не имею. А поэтому отправляемся дальше. Но куда отправляться дальше? До этого, когда я заходил, я попробовал позаниматься сбором ресурсов, которые называются древесина. Находится это вот здесь. Древесина. Этим я и пробовал заниматься. Но, как я уже и говорил, на чем это возить, я до сих пор не знаю. Каких-то более-менее вместимых автомобилей на проекте я не нашел. Единственная машинка, которую я смог сейчас показать вам, это вот пикапчик, у которого багажничек, ну может быть вдвое больше, чем на транспорте, на котором сейчас я езжу по проекту. Какого-то грузовика или транспорта, перевозящего ресурсы здесь нету. Но ресурсы здесь есть. За кадром я уже пособирал какое-то количество этих ресурсов и сейчас я вам это покажу. Вот мой автомобиль и вот сколько я смог собрать ресурсов. Всего три какие-то доски. Почему так? Да потому что мне больше и не помещается. Когда вы собираете данный ресурс в виде бревен, они занимают 8 слотов. А когда вы это дело перерабатываете в доске, они занимают всего 2 слота. Поэтому больше мне и не набрать. Вот такое вот количество ресурсов я смог собрать. Как еще раз повторюсь, не помещаются больше. Поэтому отсюда у меня и был вопрос. На чем перевозить ресурсы? Ну и вот он багажник моей машины. Ненамного больше, по-моему всего на одну строчку больше был багажник у того пикапа. Поэтому это было бы даже и не спасением в моем случае. Ну и я смог собрать всего три доски, поедем их продавать. Точка по продаже древесины вынесена вот сюда вот в портовый район. Ну сюда мы и подъезжаем. Стоит NPC-шка. Продажа досок. Давайте попробуем продать ему наши доски. Ну и при продаже досок я вижу вот такой вот баг. Который, по-моему, уже был здесь на этом сервере. По-моему, я про него уже говорил. Как видите, нету блокировки экрана. Когда выскакивает эта менюшка, выскакивает курсор. Но экран не блокируется. И если вы будете крутить курсором в поисках, например, вот этой вот строки, то будет крутиться весь экран. Ну, про это, по-моему, я уже говорил. Давайте пробовать продавать. Вписываем количество. Все равно даже при появлении вот этой вот таблички блокировки экрана не происходит. Вписываем цифру 3. Перевода нету. Идет продажа. И даже в этот момент не происходит блокировки экрана. То есть здесь не блокируется экран вообще ни при каких обстоятельствах. Что бы вы ни делали, экран будет летать вместе с курсором. Мы продали доски за 450 долларов. Потратил на это я примерно час своего времени. Стоит ли это того, ну, тут уж, наверное, решайте сами. Отправляемся дальше. Ну, а куда же дальше нам ехать? Никаких особых рабочих занятий я, как и сказал в самом начале, не увидел. Для того, чтобы найти хоть что-либо, надо зайти, естественно, в карту. Так как я уже сказал, что я ничего здесь особого не нашел, но я увидел вот эту вот точку. На которой обозначена переработка бревен. И слово лесопилка. Которую вы здесь можете увидеть. И да, по приезду туда вы действительно увидите рабочее занятие. Вот только проблема в одном. Не сразу вы догадаетесь, что это рабочее занятие. А это действительно рабочее занятие. Причем рабочее занятие только вот эта вот, буква Л, лесопилка. Вот эта же иконка, переработка бревен, к этому рабочему занятию отношения не имеет. И я о нем узнал именно потому, что я собрал бревна, которые мы только что продавали в виде досок, да. И привез сюда эти бревна, чтобы переделать их в доски. Ну и появившись здесь, я увидел, что здесь есть рабочее занятие. Но написано на карте просто лесопилка. Как об этом узнать? Ну, наверное, только посетив эту точку. По пути на точку лесопилка я заскочил в магазин. Для того, чтобы приобрести ремкомплект, который вот выглядит таким вот образом. Ну и для того, чтобы посмотреть, что же здесь есть еще. Топор, это для того, чтобы рубить древесину. И появились баллоны, которых я раньше тоже не видел. Акваланг стоит 10 тысяч. Столько же стоит, например, грузовик, который я вам показывал в автосалоне. Пикап. Ну и кирка. Кирка по цене грузовика. Если в этом адекватность, ну судите сами. Кирка. Это железная заготовка с каленого железа, с продетой через нее, через центр деревянным черенком. Вот такая вот сложная конструкция. Конечно же, она может сравниваться с грузовиком, с пикапом, у которого есть агрегаты, рама, есть электроника. Конечно же, по цене это одно и то же. Сделать кирку или сделать грузовик. Это стоит одинаково. Понятно. Топор же стоит всего 1100. Откуда такое ценопроисхождение, я не знаю. Не могу даже догадываться. Но баллоны мне бы хотелось посмотреть, но на данный момент у меня таких денег нету. И сможем ли мы их заработать, наверное, покажет время. Но две ремки я с собой взял. Зачем? А покажу вам чуть-чуть позже. Ну а пока надо сказать и оценить то, что здесь есть двойная система оплаты. Либо карта, либо наличка. Это замечательно. По стоимости продуктов, вот все перед вашими глазами. Но по пути на лесопилку, которая обозначена на карте, на которой мы едем, я решил посетить точку, обозначенную на карте, знаком вопроса. Чтобы узнать, что же это такое. И здесь я увидел вот такие вот грибы. Наверное, это тоже часть добавленных рабочих занятий, про которые мне писали. По-другому я это объяснить не могу. Давайте выйдем и посмотрим, что же это за грибы, которые на самом деле выглядят, ну, очень отвратительно. Похоже, как будто это какие-то деревянные детские заготовки. Ну и да, это действительно грибы, которые, видимо, добавили в одном из последних обновлений. Я такого раньше не видел. Оформление выбивается из какого-то общего ряда, я бы так сказал, но это подтверждает мою теорию о том, что на этом проекте ничего не делается своими руками. Как я и сказал, это сборная солянка. Это сборная солянка, и этот мод, эта модификация, этот скрипт был добавлен. Поэтому и худ, который мы видим на этом скрипте, абсолютно не похожий ни на что. Давайте попробуем нарезать эти грибов побольше. Для чего они, пока я не знаю. Но, скорее всего, это элемент системы крафта. Такой же, как добыча досок, которые я только что продавал и говорил о них. Такой же, как добыча каких-то ископаемых в карьере. Ну, видимо, и здесь что-то подобное. Есть еще апельсины, есть грибы. Видимо, надо из этого что-то варганить и где-то продавать. Ну, интересно ли это? Не знаю, не знаю. Я не очень любитель крафтовых систем, поэтому смотрите сами. Я же наберу какое-то количество данных грибов, которые почему-то зеленые, и какого-то просто неимоверного размера. Ну, я всегда говорю, что излишний реализм в игре, он вреден. Но и утрированная вот такая вот модель тоже не идет на пользу. Ну, это GTA-шка, и здесь говорить о чем-то более реалистичном, наверное, и не стоит. Ну, а выезжая с данной грибницей, я заметил, что здесь теперь есть система, запрещающая вам ездить вне дорог, и вы сами это видите. Колеса у машины проваливаются, и машина ехать дальше практически не может. Причем этого я не заметил, когда заезжал сюда. Ну, вот такую вот систему они добавили, которую я раньше тоже не замечал. Не знаю, хорошо это или плохо, как говорится, опять-таки, решайте сами. Ну, а я, раз уж набрав грибов и попробую отсюда выбраться, поедем на место переработки этих самых грибов. Надо сказать, что точка переработки грибов находится недалеко от той самой точки, где мы собирали эти грибы. Ну, и если посмотреть на карте, вот здесь расположена точка сбора грибов, а вот здесь расположена точка переработки, недалеко. Но почему так завуалировано место исследования? Я думаю, что если я исследовал это место, то должна быть надпись, там, точка сбора грибов, например. Зачем эта завуалированность? К чему это все? Ну, хрен его знает. Давайте попробуем переработать эти грибы. А переработать эти грибы у нас не получится. Потому что для того, чтобы сделать что-либо, кстати говоря, опять вопрос к тому, как здесь переведено. Почему же я об этом говорю? Да потому что опять нету логики. Переработка грибов, ладно. Бог с ним, переработка грибов. А что же мы их перерабатываем? А мы перерабатываем их в грибной суп. Да, переработка в грибной суп уже звучит по-дурацки. Готовка грибного супа, наверное, будет более правильно. Ну, а если мы готовим, то готовим-то мы не на верстаке. На верстаке делают какие-то слесарные технические изделия. А это кулинарное изделие. Поэтому здесь должно быть, ну, или наведен антураж какой-то, стоит плита и человек там в костюме повара. Ну, что-то такое должно быть. Но вряд ли это здесь кто-то будет делать. Поэтому грибной суп на данной версии оазиса мы готовим на верстаке. Но сготовить его мы не сможем. Потому что нам нужно еще одна единица соли и две единицы воды. Воды питьевой. Не знаю, может быть ее можно купить где-то в магазине. Где брать соль, понятия не имею. Ну и сколько будет этого на выходе, тоже я не имею никакого понимания. Мне кажется, что слишком это все сложно. Сложно для игрока. Потому что найти питьевую воду, найти соль, это еще вам предстоит заниматься этим. Но даже найдя все это, все эти необходимые ингредиенты, особо-то вы ничего и не сделаете. Как видите, кстати говоря, вода у меня есть, но она не засчитывается. Так как ваш инвентарь очень скудный. Очень скудный. Несмотря на то, что у меня есть еще и рюкзак. Но как работает здесь рюкзак, я, если честно, до сих пор особо не понимаю. Но в какой-то момент сервер вырубился. Не знаю, на перезагрузку или что. Но сразу же перезайти я не смог. И очутился уже здесь я без машины. Естественно, после перезагрузки моя машина пропала. А другую надо брать в гараже. Но дело в том, что пока я здесь ходил, я заметил, вот там, видите, в лесу человек пытается выехать. Ну вот, таким вот образом он выехал. Это как раз таки происходит из-за того, что здесь внедрили систему вязкости текстур, если вы ездите не по дорогам. Ну вот к чему это приводит. Ладно, возвращаемся на эту локацию. А здесь расположен тот скрипт, который я показывал недавно на одном из проектов, тоже на 5М. Это достаточно свежий скрипт. Появился он, ну, можно сказать, недавно. И благополучно располагается уже на многих серверах. Естественно, его заполучили и разработчики Оазиса. Но заметьте, заметьте, что все автомобили уже загруженные. А значит, одно из рабочих занятий здесь отсутствует. Для тех, кто не знает, данный скрипт состоит из трех сегментов. Первый, вы собираете дрова, везете их вот на эту вот переработку, которая слева. Там появляются палеты. Эти палеты надо грузить вот на эти вот машины. Вот как раз таки этими палетами эти машины и загружены. Ну и следующее, надо развозить эти палеты, уже загруженные на грузовики, по точкам, рандомно выпадающим вам. Так вот, один из сегментов, как раз таки, работы на погрузчике, здесь закрыто. Потому что, а грузовики уже все загружены. И может быть, кто-то заходит и специально их загружает. Может быть. Но я захожу уже третий раз, и третий раз я вижу, что все грузовики уже загружены. А значит, выбрать вот это вот рабочее занятие, укладка поддона, да, тут оно так называется, не влез перевод, выбрать вот это вот рабочее занятие у нас не получится. Потому что при нажатии выскакивает вот такое вот сообщение. Все грузовики-то уже загружены, и мы не можем этим заниматься. Зачем так сделали? А человек все пытается выехать с того самого затекстурированного места. Зачем добавили вот эту вот систему вязкости? Я не знаю. Ну вот человеку, видимо, удалось вырваться из этого вязкого места, и он продолжает свое путешествие. А мы же возвращаемся к этой точке, про которую я сейчас веду свое повествование. Таким образом, одно из рабочих занятий, занятие доставки на погрузчики этих палетов, которые появляются вот в этом вот месте. То есть они едут, видите, по эскалатору и появляются вот здесь. Здесь мы на погрузчике должны подбирать эти палеты и загружать их вот в эти вот автомобили. Но, как я и сказал, эти автомобили, сколько бы раз я сюда не приходил, а это уже четвертый раз, когда я сюда пришел, они всегда загружены. Всегда загружены. Всегда стоят в загруженном состоянии. И единственное, что мы можем, это только развозить их. Но зачем так сделал? И я почему-то думаю, что нет такого человека, который заходит и специально их загружает. Ну, не может быть, что четыре раза подряд мне вот так вот не повезло. Все грузовики стоят уже загружены. Я показывал этот скрипт. Здесь каждый сегмент этого рабочего занятия зависит друг от друга. То есть сначала надо насобирать эти палеты, сделать их, потом их надо сюда погрузить и только потом их надо развозить. Но здесь они всегда стоят загружены. Привет. Здорово, здорово. Слушай, скажи мне, почему все грузовики уже загружены? Я вот уже четвертый раз захожу, и четвертый раз они все стоят загружены. Это такая задумка или что это такое? Ой, я, честно говоря, не знаю. Я даже не пробовал эти грузовики ни разу. Я тут доски делаю. А ты доски делаешь? У тебя какая-то машина вместимая есть, что ли? Тут есть продажи грузовиков вообще? Уже машина застряла там. Там застряла машина у меня. Да я видел. Здесь добавили, видимо, систему буксования. Да, я видел, как ты там мучился. Да, я ее оставил там, наверное. Сейчас пойду в палеты побегу пешком. Ну, я сейчас тоже туда побегу. Слушай, а скажи, а вот, например, если заниматься деревом, то должна же быть какая-то вместимая машина, да, ну, чтобы много сразу сделать и продать. А есть такая машина здесь? Есть рюкзаки. Вот. Ну, большая машина, блин, самый большой багажник Ford. Ford, ну, если из автосалона смотреть Ford, блин, такой, я не знаю, что это за модель, у него сзади другая два колеса, ой, не, P2 с каждой оси. Короче, четыре колеса сзади. Такой Ford, он такой длинный пикап. У него большая вместимость? Ну, по-моему, один из самых больших багажников, по-моему. Вот. А грузовиков нет? Остальные все 30, там, 30, 39, 35, что ли, что-то такое. Грузовики, а, нет, ну, есть только этот, за евро, который не мог. Донат на этой имени, да? Да, да, да. Ну, не мог. Ну, я понял. Ясненько, спасибо тебе огромное. В общем, вот такая вот ситуация. Как я и сказал, грузовики есть, но грузовики есть только за донат. У не мог какой-то, и я его, по-моему, видел. Ну, а для остальных игроков, какой-то Ford, а как его искать, я вам показывал. Какой-то там Ford, который может быть, чего-то там, и если вы сможете найти в этом автосалоне этот какой-то там, с какими-то колесами, у него есть, может быть, чуть-чуть больше багажник. Ну, вот такая вот тема, в общем-то. Я так думаю, что это сделано именно из-за того, что, ну, хочешь этим заниматься, милости просим, заноси денюжки, и у тебя будет унемог. В целом же, это рабочее занятие я уже показывал. Есть у меня и еще одна придирка к этому рабочему занятию, а именно лесорубка. Я уже сказал, что одно, один из сегментов этого рабочего занятия для нас недоступно. Именно потому, что грузовики уже всегда загружены. Они стоят загружены, и значит делать нам нечего. Какой же из этого есть выход? А надо один из грузовиков разгрузить. То есть его надо отвезти на точку, устроиться здесь на работу, что мы сейчас и сделаем. Выбираем доставка. Нам тут же прокладывается маршрут, на который мы благополучно смотрим, куда нам надо ехать. Точки доставки рандомные. Я уже ездил, пытался, вернее, ездить. Вот сюда, вот в порт у меня была точка, ну теперь вот куда-то сюда она меня ведет. Точка разгрузки. Естественно, идем в грузовик. Ну и вот тут у меня есть следующий ряд претензий к данному серверу, к данному проекту и к данным разработчикам. Дело в том, что когда-то, когда я сюда заходил, это было очень давно, у них был, да и сейчас есть, скрипт на работу дальнобойщика. Выглядело это примерно так же, как и вот сейчас, вы получаете грузовик, цепляете к нему прицеп и везете его. Но только изначально, в том скрипте, который есть и до сих пор, на работу дальнобойщика, у них стояло повреждение автомобиля. И казалось бы, это неплохо, но только автомобили очень часто надо было ремонтировать. Эти машины, которые брали ребята и играли, они валялись везде. Но никто не хочет заниматься их ремонтом, бегать по проекту. Поэтому в дальнейшем от системы ремонта автомобилей им пришлось отказаться. И понятно почему, потому что, когда мы заходили на проект, машин, поломанных машин, валялось огромное, огромное количество. Ну и что же делают разработчики Оазиса на данный момент? Они внедряют скрипт, который точно так же устроен и может сломать вашу машину. Причем ломается машина очень быстро. Вот, например, раз и все, и машина больше не действительно. Мы не можем больше на ней передвигаться. Помните, я заходил в магазин? Это именно для того, чтобы купить ремкомплекты и проверить, а можем ли мы чинить этот автомобиль. Удар был маленький. Так, например, на меня влетел бот и машина вышла из строя. Я не хочу ехать далеко, потому что эту систему, на мой взгляд, надо фиксить. Причем, исходя из того, что у них уже была подобная система и они от нее отказались. Именно из-за того, что машины люди не чинят. Еще раз скажу, что раньше и сейчас у них есть работа дальнобойщика, но там машина больше не ломается. Не надо бегать за ремкомплектами, постоянно покупать их и постоянно чинить машину. Но они опять наступают на те же грабли. Они ввели скрипт, на котором машину можно убить вот таким вот легеньким ударом. А таких ударов за время, пока вы будете перевозить, будет у вас огромное количество. Это ГТАшка. Это не симулятор вождения автомобиля. Это ГТАшка. И здесь, поверьте, вас неоднократно стукнут, вы ударитесь, вы зацепите, вы застрянете в этих дурацких текстурах и тому подобное. Но давайте попробуем посмотреть, а можно ли починить эту машину. Вот этого я еще не пробовал. Поэтому я зашел в магазин и купил ремки, которые выглядят вот таким вот образом. Выбираем ремку, нажимаем использовать. И да, ремонт грузовика работает. Не знаю, починим мы его сейчас или нет, действительно пробую первый раз. Но зачем это? Ведь вы уже наступали на эти грабли. Вы видели, что у вас на проекте валяется огромное количество машин, которые люди просто так бросают. Ну, ударился и бросил. Машина перестала дымить, давайте пробовать, будет ли она теперь работать. Да, машина починилась, машина заработала и мы можем следовать дальше. Про эту схему можно сказать одно. Если бы это был полноценный роли-плей проект, на котором люди старались бы отыгрывать свои роли и вот, например, это была бы роль дальнобойщика и принадлежала какой-нибудь организации, то да, такая система повреждения автомобилей, она могла бы иметь место. Но мы уже видели, что это не работает. И люди, когда получат такое вот увечие транспорту, просто бросят его и все. Никто не будет этим заниматься. Еще раз повторюсь, что у них уже была такая работа. и она существует до сих пор. Называется работа дальнобойщиков. Находятся эти точки в Палете Бэй и в порту. И раньше у них также была починка автомобиля. Но люди просто бросали машины на карте и уходили. Это гораздо проще. Гораздо проще перезайти. Вот, кстати, яркий пример того, о чем я говорил. Вот таких вот ситуаций выбежал олень на дорогу или затупил бот. У вас будет куча. То есть, чинить эту машину придется постоянно. Постоянно надо будет забивать свой инвентарь, который и так-то очень маленький, ремкомплектами. Вот о чем я говорил. Нужна ли такая система на этом проекте? А вот это уже вопрос. И как в подтверждении моих слов вышесказанных, со мной приключилась вот такая вот ситуация. Отцепился прицеп. Опять же таки, из-за того, что бот решил подлезть, он то ли не видит этого прицепа, я не знаю, что здесь случилось. В общем, прицеп отцепился прямо на трассе и мне его обратно не прицепить. Мне придется сейчас распинывать вот эти вот машины, которые вокруг меня образовались. А распинывать их я не могу, потому что машина сейчас сдохнет. Это ГТАшка и такое здесь с вами может произойти в любой момент. Другой момент, который меня интересует, почему у меня не цепляется Шаланда обратно. В стандарте, вот она вроде как дергается, но не хочет почему-то цепляться. В стандарте это все дело решается клавишей H. Та же самая клавиша, что отвечает за свет, но это здесь не работает. Что делать, хрен его знает. я пытаюсь и так, и этак, и потихоньку, и по-разному, оно не работает. То есть, бить машину мне нельзя, потому что здесь стоит система повреждения транспорта. Клавиша H не работает. Включаются только фары. Как зацепить обратно Шаланду, я не понимаю. Автор зацепления, видимо, нету. И авторы даже не подумали о том, чтобы это дело исправить. Наверное, никто и не тестировал. Ну и как всегда, на мне это все дело и закончится. Почему-то, когда захожу я в игру и начинаю просто играть, все эти баги и недоработки сами за меня цепляются. В отличии от этого прицепа, который, ну никак не хочет цепляться. Ну и, в общем, изрядно намучившись, я принял решение бросить эту Шаланду здесь и добраться до ближайшего гаража. Судя по всему, эта механика здесь просто и не работает. Ну, а настраивать ее никто не собирает. Что я только не делал. Я и бил по нему, и подъезжал плавно, и нажимал постоянно клавишу H. Ничего не работает. Шаланда обратно не прицепляется. Ну, вот никак, просто никак. Не знаю я, что с этим делать. А машина, как вы видите, все ломается и ломается. Вот и поэтому я и говорил, что уже наступал этот проект на эти грабли. И опять то же самое. Да мне почему-то кажется, что разработчики и понятия не имеют, что у них не прицепляется обратно Шаланда и что грузовик выходит из строя при малейшем прикосновении. Я думаю, что никто это и не тестил. И, кстати говоря, я еще раз вернулся на это рабочее занятие для того, чтобы проверить, может быть, появятся пустые грузовики. Но пустых грузовиков вы можете заметить нету. И даже тот грузовик, который отогнал я, я сейчас в него же и сел, он тоже уже загружен. То есть, я все-таки был прав. То самое занятие, рабочее занятие, работа на погрузчике по погрузке этих грузовиков в принципе отсутствует. Это настройки самого скрипта. Так сделали разработчики. Потому что в оригинале так быть не должно. Я видел оригинальные настройки данного скрипта. Там все зависит от того, сколько и чем вы занимались. То есть, вы сначала грузите эти грузовики, а потом уже развозите. И, кстати говоря, поломки транспорта я в оригинальном скрипте не видел. Скорее всего, там, где я его показывал, эта механика была убрана. Здесь же она осталась. Ну, а зашел я сюда не только для того, чтобы проверить правильность моей теории, а еще для того, чтобы посмотреть, прицепляется ли все же таки грузовик к прицепу и прицеп к грузовику. Ну, и как вы можете заметить, нет, эта механика не работает. Да, есть иногда подвижки. Если присмотреться, в определенный момент прицеп подпрыгивает. Он хочет зацепиться, но что-то здесь сломано. Вот, вот сейчас видно было хорошо, что даже лапки у прицепа иногда приподнимаются, но он не цепляется, он не может зацепиться. Это надо было увидеть не мне, а разработчикам, которые, судя по всему, просто залили сюда этот скрипт и даже его не протестировали. Он не цепляет шаланду. Я пробовал и так, и этак, и специально повернулся сюда, чтобы это проверить. и теперь я могу с уверенностью заверить, что данная механика не работает. Опять-таки вопросы к администрации. А какого хрена? Спрашивается, вы заливаете скрипт и даже не проверяете его на работоспособность. В общем, он не работает. Я вернулся обратно на эту точку для того, чтобы посмотреть, что из себя она представляет. в плане экономической составляющей, так как это рабочее занятие состоит из трех сегментов. Я о них уже говорил. Это вот рубка деревьев, которую мы сейчас видим. Это погрузка на погрузчики этих автомобилей. Ну и следующее это доставка. И каждый сегмент этих рабочих занятий разделен еще на сегменты, как вот сейчас представлено на экране. Мы подъезжаем, берем пилу, рубим деревья, срезаем ветки, то есть по занятости это рабочее занятие достаточно время затратное. Так сколько же за это будут платить? Вот что мне было очень и очень интересно. ну и за весь цикл как вы можете заметить мы получаем 250 долларов. А цикл занимает приличное время. Сейчас в правом верхнем углу я оставлю ссылочку на этот скрипт я его показывал на другом проекте. Вы можете сами посмотреть сколько времени занимает данный цикл. А он состоит из взятия транспорта, доставки транспорта на нужную точку, срубки дерева, срезаем листву с деревом и разделяем этот упавший ствол на три сегмента. Потом садимся в трактор, собираем каждый из этих трех сегментов и отвозим их на нужную точку. После чего возвращаемся вот сюда. Вот такой вот цикл здесь занятый, за который нам платят всего лишь 250 долларов. Ну, а для того, чтобы сравнить два рабочих занятия, я пошел на профессию фермера, которая тоже здесь есть и я ее показывал. Да, данное рабочее занятие тоже состоит из двух сегментов. Сначала вы собираете урожай, а потом вы его отвозите. И первый сегмент рабочего занятия сбор урожая занимает в два раза больше времени, чем работа по добыче древесины. Но посмотрите, насколько же не равна здесь оплата. Если на дерево обрабатывающем комбинате за один цикл вы получаете всего 250 долларов, то здесь за цикл, который всего в два раза длиннее, вы получаете 2000. Разница ощутимая. Время вы тратите всего в два раза больше, а по деньгам это совсем не в два раза. Это восемь раз больше. Из чего следует, что на логику экономики здесь тоже подзабили. Просто бросили скрипт, бросили какие-то приблизительные цены, не настроили его, ну и вот вам результат. Там никого и нету, никто не занимается добычей древесины, потому что стоит это все копейки. Ну и в целом, если подводить какой-то итог увиденного мною на проекте ОАЗИС, я наверное бы сказал, что да, что-то они добавили, но каким образом это было добавлено, оставляет желать лучшего. Я бы сказал, что проект начинает терять свое лицо. Он превращается в обычную сборку. Сборку всего, что нашли на просторах интернета. Нашли, залили к себе, сидим довольны, улыбаемся. У проекта нету своего лица, и я это сегодня показал. Все скрипты имеют разный худ, ничем не подведенный под единый какой-то стиль, слишком много всего ненастроенного, нелогичного, ну и в целом, то, что я рассказал и показал на этом видео. Проект теряет свою собственную изюминку, которой когда-то он владел. Сейчас же проект стал обычным сборищем разных скриптов. Нету единого стиля все становится обыденным. Да ко всему этому еще и приплюсовывается нелогичность экономической системы. Какое-то рабочее занятие стоит в 4-8 раз дороже другого, а по трудозанятости и по времени затрате они одинаковые. Где-то вообще непонятно что делать и каким образом собирать, например, ресурсы, если нету грузовиков, а грузовики только за донат. Не знаю, на мой взгляд, это абсолютно неправильное решение. Но если вы не согласны, заходите, друзья мои, и играйте. Получайте от этого удовольствие. У меня же на этом все. Всего вам доброго.